МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Школьные выплаты начнут со 2 августа. Такое поручение дал накануне президент России Владимир Путин. Хватит ли этих денег, чтобы собрать ребенка в школу? И как оформить выплаты? Смотрите в следующем репортаже. Выплату можно получить на детей от 6 до 18 лет. Также за деньгами могут обратиться люди с инвалидностью и ОВЗ от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение в школах. Ранее президент заявлял, что пособия выплатят за две недели до начала учебного года, с 16 августа. На недавнем совещании с Министерством просвещения Владимир Путин распорядился начать выплаты школьникам раньше намеченного срока, со 2 августа. По планам, 10 тысяч рублей получат порядка 17 миллионов детей. А вопрос мой заключается в том, можно ли произвести эту выплату ранее намеченного срока. А намеченный срок был у нас 16 августа. Для того, чтобы люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться к тому, чтобы с 1 сентября дети могли быть собраны в школу в соответствии с теми требованиями, которые сегодня к этому предъявляются. Недавно в Сарове стартовала ежегодная благотворительная акция «С миру по листочку». Цель акции – собрать в школу детей из малоимущих семей. В торговых центрах города уже прошел первый этап сбора денежных средств. Вопрос, который возникает в этой ситуации – хватает ли 10 тысяч рублей для того, чтобы подготовить ребенка к новому учебному году. Портфель, одежда, тетради, ручки – все дорого. Один портфель только стоит не меньше 300 рублей. Вы согласны со мной? 3000 рублей я имею в виду. Это абсурд. Одна форма сколько стоит? Где-то, наверное, в районе 8 тысяч. Вот девочки. А потом тетради, рюкзаки, обувь, верхняя одежда. Это о чем? Это вообще ни о чем. При желании, наверное, хватит, если поскромней. Портфель, обувь. Наверное, маловато. Я думаю, что маловато. Подать заявление на выплату можно дистанционно на портале госуслуг или лично в отделении пенсионного фонда. Для этого потребуется паспорт, свидетельство о рождении ребенка, данные СНИЛС родителя и детей, реквизиты банковского счета. Выплачивать деньги будут только на карту в безналичном виде. Пандемия COVID-19 в следующем году не закончится, если сохранятся нынешние темпы вакцинации в мире, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского филиала научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Семенов. При сохранении текущих очень низких темпов вакцинации во всем мире мы будем бороться с пандемией коронавируса еще в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс ее завершить. Если этот процесс будет ускорен, то пандемия завершится гораздо быстрее, сказал он. По словам специалиста, опыт прошлых лет, например, гонконгского гриста, показывает, что для полного завершения пандемического процесса нужно 2-3 года. И это зависит прежде всего от темпов образования коллективного иммунитета. За минувшие сутки в России зарегистрировали 23 270 случаев коронавируса, из них в Нижегородской области 537. В здоровье за день заболели еще 13 человек. Из тех, кто госпитализирован, двое в тяжелом состоянии. С 1 июля в нашей стране стартовала программа углубленной диспансеризации для людей, переболевших COVID-19. Обратиться можно спустя 2 месяца после выздоровления. В нашем городе по этой программе обследования прошли уже около 300 человек. Подробности далее. Коронавирус может оставить после себя глубокий след в организме человека. Фиброзы легочной ткани, нарушение сна, мышечная слабость, изменения в анализах крови. Все эти неприятные последствия можно испытывать несколько месяцев, даже если человек перенес COVID в легкой или бессимптомной форме. Чтобы понять, что происходит с вашим организмом после болезни, медики советуют пройти углубленную диспансеризацию. Сделать это можно спустя 2 месяца после выздоровления. Углубленная диспансеризация пациентов, перенесших COVID, включает в себя ряд исследований, помогающих понять, на каком этапе сейчас пациент находится, его здоровье, есть ли осложнения и какой степени они выражены. Для этого мы проводим их ряд необходимых инструментальных и лабораторных исследований, чтобы понять это. Углубленная диспансеризация – это часть программы всеобщей диспансеризации взрослого населения. Помимо обычных предусмотренных программ и анализов, пациентов ждут дополнительные обследования. Это общий анализ крови, биохимический анализ крови с определенными показателями, включая цирреактивный белок, рентгенологическое исследование легких, уровень сатурации крови. Если, посмотрев результаты, врач заметит какие-то отклонения, он отправит пациента на дополнительное обследование. По определенным показаниям человек проходит компьютерную томографию легких, эхо-кардиографию сердца, дуплексное сканирование вен нижних конечностей, определение додимера в крови. Осмотр терапевта – это неконечная точка завершения данного процесса. Далее пациент берется на диспансерный учет, они уже взяты на диспансерный учет. Если остаточные явления сохраняются в достаточно выраженной форме, пациент будет направлен на реабилитационное лечение, на восстановительное лечение. Тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой или средне-тяжелой форме, медицинские работники сами приглашают на углубленную диспансеризацию. Но даже если болезнь протекала легко, врачи советуют не откладывать и прийти на обследование. Записаться можно на сайте КБ-50 в разделе «Портал пациента» по телефонам колл-центра поликлиники номер 1 95511 и поликлиники номер 2 95577. В детской поликлинике есть путевки в санаторий ФМБА России для многодетных семей. Сами путевки бесплатные, оплатить нужно только дорогу до места. За подробностями обращайтесь к заведующей отделениями детской поликлиники по месту жительства или по телефону 90570. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Август Нижегородской области будет не менее жарким, чем предыдущие летние месяцы. Как рассказал начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Ольга Макеева, в начале месяца местами столбики термометров будут подниматься до 30 градусов тепла в отдельные дни. Будет высокий температурный фон на 2-4 градуса выше климатической нормы, отметила синоптик. Центр социальной помощи семье и детям города Сарова проводит набор в осеннюю группу школы замещающих родителей до 17 сентября. Она будет открыта для тех, кто принял решение стать родителем ребенка, оставшемуся без семьи или только задумывается об этом. Школа дает возможность получить полноценную подготовку и поддержку, психологическую, юридическую, педагогическую. Обучение проходит в форме тренинга, а также включает лекции специалистов, по желанию психологическое обследование и индивидуальные консультации. Такая подготовка по закону обязательна для граждан, которые желают принять в семью ребенка. Все занятия бесплатные. По итогам обучения выдают свидетельство государственного образца. Получить дополнительную информацию и записаться в учебную группу можно по телефону 98308. Саровчан приглашают обсудить проект благоустройства сквера на проспекте Мира. С предложенными концепциями можно познакомиться на сайте администрации в разделе «Городское хозяйство. Комфортная городская среда». В этом году из-за пандемии провести публичное обсуждение проектов нельзя. Предложения горожан принимают по электронной почте. Адреса увидите на экране до 30 июля. Напомним, в мае завершилось голосование за территорию, которая будет благоустроена в следующем году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Наибольшее число голосов саровчан набрал сквер в районе проспекта Мира, дом 1. Выпускник детской школы искусств номер 2 Андрей Стрельцов, отучившись в Нижегородском музыкальном училище имени Балакирова, поступил в Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корского. Это большой успех как для самого музыканта, так и для его преподавателя Ирины Оськиной. За много лет своей работы она вырастила целую плеяду талантливых музыкантов. О том, как воспитать в детях любовь к музыке, Ирина Задулаевна рассказала о нашей съемочной группе. Музыка всегда была неотъемлемой частью жизни Андрея Стрельцова. По его словам, желание попробовать себя в пении у него появилось, когда он услышал по телевизору песню Муслима Магаваева в исполнении маленького мальчика. Тогда Андрей задался вопросом, если он может, почему не могу я? С этого момента молодой человек решил заняться пением профессионально. Это была песня о море-море. Оказалось, я ее раньше слушал. Ее пел Муслим Магаваев, он ее написал, и музыку, и слова. И я думаю, а как же мальчик маленький, он поет, у него получается. А я тут взрослый смотрю на него, а я что, не могу, что ли? Я тоже хочу. И вот с этого, я помню этот момент, с этого и началось. После школы Андрей поступил в Нижегородское музыкальное училище имени Балакирева, где приобрел неоценимый опыт, который помог ему поступить в Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. Выходишь на сцену, задний ряд сидит полностью в жюри. Конечно, это волнительно, там все профессионалы. Ошибиться нет шанса, иначе ты пролетишь. Потому что там конкурс большой, было 140 человек, после первого тура осталось 40. По словам первого преподавателя Андрея по вокалу, Ирины Оськиной, в пении важен талант. Но это не главное. Она считает, что это сложное искусство, и здесь очень важно не только трудолюбие, но и искреннее желание научиться петь. Все взаимосвязано, вот в параллеле, и труд, и талант. И всегда я говорю, если природа есть, то и есть труд, то это будет очень хороший союз, который поможет в дальнейшем определиться юному человеку в выборе профессии. Если ваш ребенок хочет петь и готов учиться, то преподаватели детской школы искусств ждут его на своих занятиях. Возможно, в будущем он станет популярным певцом или актером театра. И к спортивным новостям. На следующей неделе Саров будет принимать гостей со всей страны. 2 августа в городе стартует чемпионат России по лыжероллерам. Как к нему готовятся наши спортсмены, каковы их шансы на победу, выясняла наша съемочная группа. У Марии Казикаевой большой опыт участия в соревнованиях по лыжероллерам всероссийского и мирового уровня. По ее словам, летние старты лыжников отличаются от зимних, но это также важная часть подготовительного этапа. Но ни к одному старту нельзя подготовиться на 100%, потому что все зависит не только от формата соревнований, но и от погодных условий. В предыдущие годы бегали чемпионаты первенства области и под дождем, и в то же время здесь бегали и на скоростных роллерах под дождем. То есть, в принципе, это не такая большая проблема. Единственное, может быть, скорости будут чуть пониже, потому что все-таки трение будет другое. И плюс еще все-таки нужно будет быть более аккуратным. По словам Марии, принципиальная разница тренировок и соревнований именно в лыжероллерах. В течение лета спортсмены тренируются на разных моделях лыжероллеров, что помогает разнообразить тренировки. На соревнованиях используют уже специальные гоночные модели, и здесь спортсменам важно быть осторожными и внимательными. Скоростные роллеры отличаются от обычных роллеров, на которых мы тренируемся. Там совершенно другие скорости, и очень плотная контактная борьба во время гонок происходит. Поэтому нужно быть всегда на чеку, чтобы не получить какую-то травму, и чтобы занять более выгодную позицию на финише или во время гонки. Сергей Шаров недавно вернулся со сборов в учебно-тренировочном центре, где проходил подготовку к зимнему сезону вместе с юниорской сборной России. Сейчас спортсмен совместно с тренерами корректирует тренировочный график, чтобы подойти к чемпионату России в оптимальной форме и показать достойный результат. Перед каждым стартом спортсменам выдадут новые лыжероллеры фирмы «Эльва», чтобы создать для участников одинаковые условия. Чемпионат России продлится с 3 по 8 августа. Спортсменов и болельщиков ждет насыщенная программа гонок. Запланированы две гоночные трассы на лыжной базе и на улице города. Старт и финиш городской трассы у спортивной школы юниор. Собор маршрут спортсменов пройдет по проспекту Мира и улице Строителя Захарова. Заранее выбирайте маршруты и пути объезда в дыне соревнований. Следить за успехами саровских спортсменов можно в группе ВКонтакте с «Шор Атом» и на одноименной странице в Инстаграме. Уже несколько лет на базе Центра внешкольной работы существует футбольный клуб «Лиса». Маленькие лисята – постоянные участники городских турниров и региональных соревнований. В эти выходные команду ждет очередной выезд. Они будут отстаивать честь города на футбольных полях Нижнего Новгорода. Подробности далее. Виталина Алима всегда мечтала заниматься футболом. Смотря на таких профессионалов, как Дюба и Роналду, девочка решила, что хочет стать футболисткой и добиться в этом деле больших успехов. Сейчас Виталина уже стала маленькой звездочкой, которая на матчах сбивает больше голов, чем мальчишки. Хорошо выполняю упражнения. Когда-то пытаюсь отдать пас в момент, когда риски какие-то. Владислав Цибиков пришел в клуб «Лиса» шесть лет назад. Спортсмен признается, что тогда он еще совсем не умел играть в футбол и всему научился с нуля. Благодаря упорным тренировкам Владислав шаг за шагом шел к спортивным победам. На последнем турнире в городе Саранске юношу отметили как лучшего нападающего и вручили памятный приз. Мы еще учимся, поэтому мы не можем всегда занимать первые места. Когда-то надо учиться проигрывать матчи. Для ребят организуют разнообразные тренировки. Чаще всего в подготовке юные футболисты используют беговые упражнения, чтобы улучшить скорость и выносливость. Также перед соревнованиями важно отработать передачи мяча и точность удара поворотом. Если брать всю тренировку, это и общая физическая подготовка, то есть УФП, упражнения с мячами. Ну, простейшие, скажем так. Потому что разного уровня подготовки ребят. Сейчас «Лиса» готовится к турниру среди дворовых команд, который состоится 31 июля в Нижнем Новгороде. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работа Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова